Приветствую всех! Сегодня я буду проводить разбор презентации ранней под компанией Perlabis отчет за второй квартал 2019 года. В текущий момент я нахожусь в командировке, поэтому проводить разбор я буду с мобильного телефона. Итак, поехали! Отчет был сформирован 9 августа. Посмотрим информацию, которую они нам предоставили. Здесь говорится о том, что вся информация может быть не точной, но она пока предварительно небольшая. Соответственно, у них идет индекс популярности, индекс приноса доходов с конца 2017 года по конец второго квартала 2019. Как мы видим, прогресс у них есть, то есть выручка у них увеличивается как и для мобильной версии релиза, вот в частности японской версии, так и для xbox. Напоминаю вам, что компания планирует выпустить в августе уже представить консольную версию для playstation 4 и также работают над другими проектами, другие MMORPG, включая версию, мобильную версию EVO Online, корпорацию, которую как раз они и купили недавно, будет развивать. Также добавление различных интеграций будет в игру, голосовых всяких сопровождений, дополнительных ивентов и объединений, и также режим трансляции, они включат в том числе. Добавляют они тренд о том, что планируют иметь большую достаточно выручку с консолей, то есть использование консолей в качестве платформы следующей для развития своего проекта, для развития Black Desert. Посмотрим, как это все будет. Выручка, как я говорил, и профит, он вырос и будет расти из-за выхода, во-первых, глобальной версии Black Desert Mobile и плюс еще выход консольной версии и еще возможно какие-то дополнительные проекты, то есть в принципе развитие компании идет хорошо, я думаю мы увидим что-нибудь интересное. Здесь распределяется соответственно рынок доходов, рынок игры, вот основных у них две игры сейчас направленности EVO Online и Black Desert Mobile, то есть я думаю они будут развивать обе игры и мы увидим в скором будущем интересные какие-то моменты. Как мы видим, рынок потихонечку двигается на европейскую часть, то есть раньше была Корея, потом была немножко Азия, сейчас все это сдвигается к Европе, расширяют они возможности. Что касательно платформ, то ПК версия немножко уменьшается, мобильная версия в принципе остается на таком же уровне и добавляется консольная версия. Не знаю как это будет все совмещаться, но мне кажется что там будет все-таки мобильная версия порядка 50 процентов занимать рынка, все остальное будет делить консоли и ПК версии. Различные доходы у них, которые они планируют и плюс виды деятельности, чем они будут заниматься, расходы и прочее. В принципе они в плюсе, так что компания имеет большой рейтинг и думаю в перспективе нас ждут, как я говорил, какие-то новые проекты, то есть у них есть возможности на это. Что касательно дополнительных планов развития, у них есть добавление средства новых классов, добавление различных улучшений, изменений нового контента, большого они хотят добавить, большая экспедиция называется апдейт, это в ПК версию. Классы и новые территории они будут добавлять в мобильную и в ПК версию, мы будем ждать новый ПВП контент в мобильную версию и интеграция серверов. Возможно это имеется ввиду какое-то объединение, скорее всего объединения между регионами не будет серверов, но какие-то возможно дополнительные плюшки будут даваться. Как видим глобальная версия планируется к запуску в четвертом квартале 2019 года. Ориентировочный срок это конец октября, где-то ноябрь плюс-минус. Точной даты опять же нету, ждем выставки с 20 по 24 августа. И выход для PlayStation 4 в третьем квартале игры Black Desert в ПК версии. Добавляется различная арена для Battle Royale, тип для повышения интересов к игре. Это пока в ПК версию добавляться будет, но я думаю, как мы знаем, если это успешно пойдет в ПК версии, возможно мы это увидим и в мобильной версии. Потому что в мобильной версии сейчас не все еще пока доделано, в том числе и PvP контент. Изменение интерфейса будет. Все платформы, как мы видим, уже это происходит в игре. Более дружелюбный интерфейс становится, рассчитанный на новых игроков в том числе, чтобы было проще все понять и следить за текущими действиями, событиями в игре и как-то на это реагировать. Ну и соответственно увеличение опыта для новых игроков. То есть они теперь как-то будут это, грубо говоря, начальный контент убыстрять, чтобы игроки чувствовали себя новые, более-менее комфортно по сравнению с теми игроками, кто уже играет со старта, например. Ну и говорят они о том, что планируется запускать некий проект K в плюс альфа. В 2019 году какая-то, говорят, даже виртуализация они планируют запускать. То есть игра в виртуале. Ну надо будет смотреть, пока точных планов нет. Они опубликуют только в конце года возможный план того, что они хотят видеть в этом проекте. Поэтому никакой конкретной точной информации нет. По количеству доходов мы видим, что капитал растет примерно на 14% в среднем. Поэтому к новому году, я думаю, будет большой такой конкуренция от компании Perilabes, потому что выходят различные мобильные игры, различные игры на тех же платформах на консолях, на ПК. И надо как-то со старым этим всем действием конкурировать со старыми играми, с Black Desert, с контентом, всем этим заинтересовывать новых игроков. Но, опять же, повторяюсь, что мне нравится политика компании, что она реагирует на какие-то заявления от игроков, все-таки прислушивается к мнению и ведет достаточно такую умеренную политику. То есть, несмотря на то, что игры, можно так сказать, старые или кому-то приелись, они все равно достаточно популярны остаются. И, возможно, с новым контентом и с типом подхода они смогут удерживать публику, либо возвращать часть себе в публики, либо заинтересовывать новых игроков касательно своего контента. Поэтому будем смотреть. Пока на этом все. Ждем выставку в конце августа. Там будет уже более детальная информация касательно мобильной версии. Всем спасибо. Следите за новостями. Подписывайтесь, оставайтесь на канале. Всем до встречи и пока-пока.